Победа на Кубке Мира Победа на Кубке Мира Роман Власов на пути к финалу провел 4 схватки. Квалификационный этап легко дался новосибирцу, а дальше борьба за результат была куда напряженней. В 1-8 Власов одолел Паскаля Эйзеля 8-6. Далее прошел Карапета Чаляна, а в полуфинале сошелся с чемпионом мира 2017 года, хозяином турнира Виктором Немешем. Домашние трибуны не помогли сербу, тем более что турнир проводился без зрителей. Власов вышел в решающий раунд, победив 2-1. В финальной схватке россиянину противостоял венгер Золтан Левай, поехавший на турнир вместо своего партнера по сборной действующего чемпиона мира. Новосибирец в ходу набрал нужные баллы и далее контролировал ход поединка, победив 6-1 и завоевав Кубок мира. Примечательно, что 14 декабря свой день рождения отмечает тренер чемпиона Виктор Михайлович Кузнецов. И именно своему наставнику Власов позвонил сразу после победы на турнире. Хоккеисты Сибири неудачно провели заключительный выезд перед перерывом на Кубок Первого канала. Команда не сумела переиграть трактор и Салават Юлаев, доведя таким образом серию поражений до четырех встреч. Подробнее в нашем сюжете. Первым соперником новосибирцев на выезде стал Челябинский трактор, который в нынешнем сезоне удивляет своей игрой и высоким четвертым местом Восточной конференции. Но после поражения от Локомотива и особенно от Витязя Сибири нужно было набирать очки, невзирая на соперника. И первый период гости провели в своем фирменном стиле, контролируя игру и создав сразу несколько шансов для взятия ворот. Но забить первыми сумели все же челябинцы, уже после перерыва. Буркин к этой шайбе не успел. И наконец-то, наконец-то шайба в воротах. Шайба в воротах, трактор выходит вперед. Во втором периоде игра выровнялась, а счет на табло стал меняться только в пользу хозяев. Забив сначала в равных составах, а затем и в большинстве, трактор создал комфортный задел перед заключительной 20-ти минуткой. Этот счет 2-0 так и продержался до финального свистка. У Сибири толком не получился даже и финальный штурм. Мы имели неплохие шансы, но сегодня здорово сыграл бы воротарь соперника. Не хватило нам вот этого чернового гола, который бы перевернул бы эту игру. Такая игра до гола, можно сказать, была. По схожему сценарию события развивались и в поединке против Салавата Юлаева. Руахома схватил удаление уже на первой минуте, которое хозяева быстро реализовали. Но и Сибирь ответила той же монетой, уверенно использовав шанс в большинстве спустя 5 минут. Отличился Комаров, и как оказалось, эта шайба стала единственной для новосибирцев в этой серии. Самый главный фактор такой, второй период, где предупреждали ребят, что команда неплохо играет на контратаках, что мы получили вот эти контратаки. Во втором периоде там где-то около шести было хорошо еще, не так много пропустили голов. Да и, конечно, игра в зоне обороны, которые разбирали соперников, чтобы подключение защитника Колядова. Но невнимательность действия в обороне привела к урожению. Как и в поединке с «Трактором», после перерыва подопечные Николая Заварухина пропустили дважды. При этом играя без удаления и не использовав собственные шансы в большинстве. В третьем периоде игроки уфимского клуба сбавили атакующий порыв и строго сыграв в обороне не позволили сибирякам даже сократить отставание. 3-1. Соперник реализовал свои моменты. Мы не забили 5 на 3. Это, может быть, где-то был ключевой момент. Был счет 3-2 уже. Отрыв не такой большой был. И могли спокойно сравнять и переводить игру, может быть, в овертайм или выигрывать в основное время. Набрав всего одну очко в последних четырех играх, Сибирь откатилась на девятую строчку Восточной конференции. Оставание от торпеды четыре очка, при том, что нижегородцы сыграли на матч меньше. А Борис имеет в запасе пять игр и опережает Сибирь на один балл. Впереди Евротур. Шанс провести работу над ошибками. Следующий матч новосибирцы проведут на своей площадке против Амура 22 декабря. Напомню, что перед выездом Сибирь освободила легионерскую позицию, расторгнув контракт с Пекой Ермакой. По словам генерального директора клуба Кирилла Фастовского, сейчас команда рассматривает более сильных кандидатов на место Фина. На сегодня это все спортивные темы. Берегите свое здоровье и оставайтесь на ОТС. В студии работал Александр Шрурдила. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова